И к нашему эфиру присоединяется Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского Союза по правам человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот, Министерство иностранных дел Украины призывает Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на жестокую казнь украинского пленного военными РФ. Скажите, что уже прямо сейчас может сделать Международный уголовный суд? Каким будет его ответ? Какими действиями? Он может открыть производство по этому случаю, но я думаю, что это будут несколько случаев объединены, которые касаются внесудебных казней украинских военнопленных, поскольку мы уже видели не один такой случай, ну скажем, в прошлом году был видеоролик с кастрацией и последующим убийством военнопленного, мы помним эти жестокие кадры. Это то, что фактически тоже было отражено и в документах специально независимой комиссии по расследованию преступлений, совершенных во время широкомасштабной войны России в Украине. Это организация Дневных наций организовала эту комиссию, и в материалах доклада этой комиссии тоже есть и этот случай. И поэтому Международный уголовный суд, это его дискреция принимать или не принимать к рассмотрению такие дела, и он должен будет проводить расследование, устанавливая факты и подтверждая, скажем так, как все это информационное, пока еще сообщение, настоящими юридическими фактами. И каким будет реакция? Я думаю, что в любом случае полагаться на то, что Международный уголовный суд является быстрым и эффективным инструментом, наверное, не стоит. И самое важное, это провести очень тщательное расследование. Прежде всего, на национальном уровне украинские правоохранительные органы тоже обладают достаточно и ресурсами, и компетенцией для того, чтобы провести расследование и установить тех, кто причастен к совершению этого преступления. Почему МУС? Потому что именно прерогатива этого суда является привлечение к ответственности высших, скажем так, руководителей государства, ответственных за такие преступления. Мы помним, что Слободан Милошевич оказался в ГААГе, но это был суд по бывшей Югославии, как бы предшественник МУСа. И вполне допустимо считать, что за такие преступления будут нести не только преступления, имея в виду такие, как обезглавливание и подобные внесудебные казни. Мы буквально в прошлом месяце видели кадры с прошлогоднего расстрела украинского военнопленного, который тоже был убит, безоружный и уже пребывая в плену. Такое же военное преступление, которое требует и анализа, рассмотрения, расследования и привлечения к ответственности всех виновных. И Россия как государство, которое, собственно, находится уже в 21 веке, хотя она сильно отстает по развитию от этого времени, обязана соблюдать нормы международного гуманитарного права, которые были выписаны еще в начале прошлого века, 20 века. Напомню, четыре Женевские конвенции, и в частности, третья Женевская конвенция, которая касается защиты права военнопленных и вообще обращения с военнопленными. Она запрещает жестокое обращение, не говоря уже о том, что внесудебные казни и убийства военнопленных – это нарушение статьи 1, 8, подпункта 1, 8 статьи Римского устава, документа, который является руководящим для Международного уголовного суда и который, собственно говоря, на основании этой статьи может проводить расследование по данному конкретному факту. Ну вот, украинская разведка уже предварительно знает, кто обезглавил пленного защитника Украины и где совершили это преступление. Я напомню, что ранее в Минобороны Украины заявляли, что вместе со спецслужбами изучают видео и пытаются опознать и погибшего, и военных преступников. И вот уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец уже разослал это жуткое видео всем коллегам-омбудсменам из других стран и обратился с письмами к должностным лицам и ООН, и Международного комитета Красного Креста. Как вы полагаете, что может быть сделано вот по этой линии? Я не знаю, это исключение России из всевозможных международных организаций, признание ее страной террористом. Что еще? Я думаю, что в данной ситуации это, скорее всего, имиджевая потеря, потому что каких-то юридических шагов не будет сделано, тем более, что эти институции не могут каким-то образом повлиять на, скажем так, или на изменение ситуации, или на саму Россию с тем, чтобы она, ну, во-первых, провела надлежащее расследование и показала, имеет ли место привлечение к ответственности тех, кто это совершал, почему это было, где это было. И, ну, собственно говоря, если мы представим обратную ситуацию, и если бы, скажем, Украина вдруг оказалась виновницей такого жестокого нарушения происшествия, то эти факты были бы расследованы обязательно на национальном уровне. Ну и, конечно же, это не было бы какой-то информацией, которая бы распространялась по внутренним источникам с какой-то там, скажем так, пропагандистской целью. То есть это было бы рассмотрено исключительно как военное преступление в Украине. Но у нас таких нет пока ситуаций, и Украина, скажем так, соблюдает нормы международного гуманитарного права. И ожидать от того, что распространение этой информации, ну, даже по таким каналам, скажем, когда отправляют в организацию объединенных наций, в другие организации, это просто, скажем так, повторение информации, которая уже на сегодняшний день, скажем, является широко доступной. Я могу привести пример, тот же премьер-министр Словакии, просто выражает свое возмущение и призывает быстрее и больше предоставить вооружение для того, чтобы на военном фронте, на поле боя прекратить вот такие преступления, и Россия должна потерпеть поражение. То есть это как бы один из факторов, которые ведут Россию к этому поражению, и сейчас это поражение как бы готовится на дипломатическом фронте. Ну, я не уверен, что, скажем, какие-то обращения в организации несут какое-то серьезное значение для разрешения этой ситуации, поскольку должен быть инструмент, инструментом является Международный уголовный суд, являются наши правоохранительные органы, возможно, это суд по вопросам агрессии, который будет и планируется создан по результатам окончания войны. И вот эти органы, они будут принимать во внимание все факты, и один из этих фактов будет также доказанный факт военного преступления, вот такого жестокого обращения с военнопленным. Ну вот, знаете, пока США не выдали визы российской делегации, которая председательствует в Совбезе ООН, и Лавров должен был появиться в Нью-Йорке, и не дали разрешения на прибытие спецсамолета, возможно, это все-таки связано вот с этим? Вполне возможно. Вообще, вопрос, почему это видео появилось, и, собственно, мы видим, что само видео было снято не в последние несколько дней или даже недель, и вопрос о том, какую, скажем так, информацию, месседж вкладывали те, кто запускал это видео, и, собственно говоря, Россия проигрывает, пытаясь реализовать такие, скажем, операции, какие-то ИПСО уровня воздействия на психику запугивания и одновременно информирования своего населения, внутренне, скажем так, информационного рынка России о таких фактах. И, как по мне, это, ну, свидетельство просто деградации государства, которое использует такую информацию, которая сама по себе является фактом военного преступления, постыдным фактом, собственно говоря, мы уже говорили, что это Средневековье, ну и несет за собой абсолютно, скажем так, прагматические последствия, вот в частности, не приглашение или лишение возможности прибыть даже на заседание совбеза ООН российской делегации, которая, ну, наверное, должна лететь через Гаагу в Нью-Йорк. Да, это точно. Скажите, а вот бежавший в Норвегию экс-боец ЧВК Вагнер Андрей Медведев опознал на видео казни украинского военнопленного голоса своих сослуживцев. Вот об этом сообщил правозащитник Владимир Осеченко. Как вы полагаете, вот эти сведения, вот эти показания, они могут быть приобщены к делу? И что может ожидать этих людей, вернее, нелюдей, да, если их найдут свои же? Все может быть приобщено к делу. Нужно проводить нормально расследование. И вот мы сейчас с вами говорим буквально через два дня после того, как это видео появилось в сети, даже через один день, и уже пытаемся комментировать какие-то процессуальные шаги. Расследование должно быть закрыто тайное следствие, и чем меньше информации будет появляться о том, кто и какие сведения дает, и как они могут побыстрее вывести на виновников непосредственных преступления, тем это лучше. Да, я помню эту информацию, которую группа Навального, по-моему, подала как результат беседы с Медведевым. И, конечно же, будут находиться дополнительные свидетельства и дополнительные свидетели, которые помогут установить, во-первых, кто причастен, ну и опознать тех преступников, которые совершали непосредственно это преступление. И, опять-таки, нужно провести связь и вот эту цепочку команд довести до высших руководящих чинов, в том числе и до главнокомандующего президента России, который тоже должен понести за это ответственность. То есть это не только ответственность непосредственных исполнителей, но и всей системы, которая приводит к таким нарушениям. Активисты медийной инициативы Украина-Пьяторанку собрали информацию о более ста локациях, где россияне удерживают гражданских и военнопленных украинцев. И вот на базе этих данных они создали такую интерактивную карту. Более года документировалась информация и на базе данных от освобожденных из плена, а также от свидетелей. И вот сейчас такие пункты есть в России, в Белоруссии, на территории оккупированной Украины. Знаете, но самое страшное, что их может быть далеко не сто, да? И о многих мы еще не знаем. Как вы полагаете? Сколько людей там могут удерживать? Собственно говоря, что называть этими пунктами? Смотрите, во-первых, очень многих удерживают в российских стационарных местах несвободы. Вообще все места несвободы можно поделить на две категории. Это как бы институционализированные и те, которые так называемые не приспособленные или неинституциональные места несвободы. К первым относятся это те же самые следственные изоляторы, это исправительные колонии, это ИТС, ИВС, изоляторы временного содержания, это какие-то другие те же самые изоляторы, у них там ФСБ и другие места. А к неинституциональным относятся все остальные, это могут быть даже какие-то подвалы, какие-то места, где будут находиться те же самые, скажем, перемещенные лица. И таких мест может быть достаточно большое количество. Те, где находятся, например, лица которых... Мы работаем в инициативе «Трибунал для Путина» и документируем, и работаем, кстати говоря, оказывая юридическую поддержку лицам гражданским, которые у нас имеют статус гражданских заложников. Те, кто лишен свободы, находятся в таких местах несвободы. И они находятся все с обвинениями в совершении каких-то уголовных преступлений, выдвинутых им российскими властями. Причем часть из них была похищена с территории Украины и перевезена... Большая часть, кстати, перевезена на территорию Российской Федерации и Белоруссии и находится в этих местах несвободы. И, собственно говоря, не является очень важным, где они находятся, в Курске, Брянске или в каком-то другом месте. Их перевозят с одного места на другое, кстати говоря, они всегда находятся локационно в одном месте. Таких мест несвободы мы фиксировали, было там стационарных, назовем их так, более 50 это было еще в прошлом году. Но, опять-таки, если считать транзитный маршрут перевозки тех же самых лиц, которых незаконно удерживают россияне и считают преступниками или обвиняемыми в преступлении, то, естественно, таких лиц можно насчитать и 100 и более. Мы говорим о местах несвободы, которые отчасти являются фильтрационными лагерями. Опять-таки, это тоже достаточно условное название, потому что они, эти места, являются с разным уровнем, скажем так, несвободы или вообще с ограничением свободы, потому что из некоторых можно выходить, из некоторых нельзя. И, опять-таки, ситуация меняется с той, которая была, там, скажем, 6-8 месяцев тому назад, и сегодня характеризуется. Опять-таки, самая большая проблема, наверное, на которую нужно обратить внимание, это отсутствие контроля за этими местами. То есть, если мы говорим, например, о подконтрольной Украине территории, то любой контакт или связь с лицами, которые могут быть охарактеризованы как те, кто задержан, пребывает в местах несвободы, доступна. То есть, международные миссии, национальные институции могут осуществлять визиты, контролировать условия содержания, контролировать поведение, обращение с такими задержанными лицами и контролировать вообще, что происходит в этих местах несвободы. По российской территории, по оккупированным украинским территориям этого осуществить нельзя. И нет институции, которая бы могла свободно, скажем так, в любое время зайти на эти территории, иметь контакт с лицами, которые там содержатся и предоставлять эту информацию или исправлять нарушения, которые там имеют место. Ну, яркий пример. Это же Красный Крест же они не пускали. Да, помню. Скажите, еще вот одна страшная цифра. Российские захватчики из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей вывезли более 100 тысяч украинских детей. Вот об этом сообщает Центр национального сопротивления. И они сообщают, что детей загоняют на медосмотр, да, и вот после которого отправляют якобы на лечение в Россию. И родителей при этом заставляют подписывать необходимые документы. И вот только с начала года в Донецкой области так называемый осмотр прошли 75 тысяч детей и 39 тысяч в результате вывезли в Россию. Знаете, просто вот страшные цифры. И страшно то, как они это делают, чем прикрываются, да, вот, медосмотр, лечение. Перед началом широкомасштабного вторжения как раз Россия начала так называемую эвакуацию с территорий, которые были вблизи линии разграничения. Фактически это была, ну, скажем так, линия фронта, которую вновь открыли россияне, наступая с территории Донецкой, Луганской областей. И вот та огромная, скажем, цифра большая, которая касается вывезения детей в том числе и гражданского населения, она связана большей частью именно с эвакуацией вот тех, кто находился на этих территориях еще до начала широкомасштабного вторжения. И да, Россия фактически осуществляет вот такой вот геноцидный характер замещения украинского национального населения, вывозя и переводя это население в российскую идентичность. То есть вот в этом есть еще одна проблема. И фактически преступление, которое, я думаю, что получит, наверное, новое название, вот как слово геноцид, которое не существовало еще в 40-е годы, но само явление было, когда гитлеровская Германия уничтожала отдельные группы населения по этническому признаку. И термин появился намного позже. И сама характеристика этого преступления уже была оформлена и появилась уже позже. Точно так же и то, что совершает Россия, является преступлением, которое получит и свое терминологическое закрепление, и должно быть, во-первых, наказано, и последствия его должны быть исправлены. И когда мы говорим о детях, которые были вывезены Россией, часть из них была вывезена, скажем так, большая часть из этой цифры, которую вы называете, она вывезена в добровольном порядке. То есть это как бы такие плановые эвакуационные мероприятия, которые осуществлялись Россией под прикрытием сохранения жизни, здоровья населения в зоне, которая будет зоной военного конфликта. Ну вот, кстати, имена многих из тех, кто воровал наших детей, уже известны. Вот Украина установила 10 тысяч российских военных преступников. И это вот благодаря системе распознавания лиц. Это американская система, и вот именно она помогает нашим пограничникам. И мы знаем, кто сопровождал все эти автобусы. И вот каждый из этих преступников должен предстать перед судом, да, не только Львова Белова. Ну, естественно, если будет доказано причастных к совершению преступления, то хотелось бы увидеть каждого преступника на скамье подсудимых и потом с приговором, который вступит в законную силу. Это понятно. Вопрос о том, как это будет организовано и когда, и какими, собственно говоря, инструментами реализовано, этот вопрос на сегодняшний день еще остается открытым, потому что наше национальное законодательство позволяет непосредственных исполнителей как бы привлекать к ответственности высшее руководство. Это вопрос международных инстанций, которые на сегодняшний день вот в виде международного уголовного суда осуществляют рассмотрение нескольких категорий дел, а в частности мы знаем одно из дел, связанное с депортацией детей. И вот в контексте этого дела сейчас происходит сбор максимальной информации, доказательств по уже имеющимся фактам вывезения украинских детей. И, собственно говоря, эта информация уточняется. И я думаю, что максимально, это очень важный момент, максимально точная цифра, и за каждой цифрой, повторяюсь, стоят конкретные судьбы, конкретные люди, и здесь должен быть доказан характер принудительного перемещения, потому что есть ситуации, когда дети остаются с родителями, которые на подконтрольной территории, и они принимают решение выехать, например, не на территорию Украины, а на территорию России. Есть такие ситуации, и назвать это депортацией тоже как бы нельзя, тем более принудительной депортацией. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии и пояснения, за эту содержательную беседу. А я напомню, Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского Союза по правам человека был с нами на связи.